Согласно проекту, мы планировали вот такие изображения на стенах. Согласно проекту, в серых оттенках и с белыми лепными элементами. Унитаз БД, здесь не было возможности поставить... Видите, как он реагирует, встречает радостно. Здравствуйте, друзья! Я Ольга Куликина, дизайнер интерьеров и руководитель бюро дизайна и архитектуры New Interior. И вновь мы пришли на наш объект под названием «Квартира в ЖК «Парадный квартал» 160 квадратных метров». Сейчас мы находимся в помещении спальни, и здесь выполнены уже некоторые работы. В частности, согласно проекту, мы планировали вот такие изображения на стенах. Это могло быть двумя решениями. Первое – мы могли заказать обои известного английского производителя, где производится роспись на шелке либо на бумаге. Стоимость, конечно, этих обоев очень высокая, поэтому если кто-то из клиентов хочет оригинал, то может заказать. Если же клиент хочет сэкономить, то я предлагаю наших художников, то есть не английскими ручками, а русскими ручками, сделают роспись вам на стенах. То есть концепция сохранилась, но при этом клиенты смогли сэкономить свой бюджет. Что касается дальнейшего оформления, в нижней части у нас было, опять же, два решения. То есть на визуализации это сразу не понять. Я просто сразу понимаю, какие варианты решения могут быть. Первое – мы планировали сделать, например, деревянные панели или из МДФ панели в нижней части. Либо второй вариант, как я уже говорила, по-моему, уже на предыдущем видео, клиентка решила, ей очень понравилась лепнина, как делают здесь мои специалисты, и решила сделать вот эти вот панели из лепнины. Что касается плинтуса, вот я в руках уже держу плинтусы, да, вот такие классические, красивые. Это просто для того, чтобы показать, какие они могут быть. В нижней части можно было сделать плинтус из гипса, но тогда вот очень аккуратно состыковывать укладку паркета и гипса. Мы решили сделать вот эти элементы гипсовые, а внизу мы сделаем плинтус из МДФ. То есть когда ребята сделают укладку паркета, мы сможем его установить. Ну, вот эти плинтусы вы видели уже на многих моих объектах, когда установлены, а сейчас я принесла образцы. То есть вот таким образом устанавливается, покрасим мы его так же в белый цвет, как и эти панели. И вот здесь шурупчики будут, но они вот прикрываются такой планкой. И плинтус будет выглядеть очень элегантно. Друзья, это кабинет. Он выполнен согласно проекту в серых оттенках и с белыми лепными элементами. То есть вот это вот называется зеркала. Мы решили их, вот эти рамки покрасить в белый цвет. В то время как в гостиной у нас планировался другой цвет. Об этом я расскажу позже. Здесь еще не уложен паркет, паркетная доска, но уже выполнены подоконники. На самом деле, когда мы выбираем подоконники, мы выбираем не только цвет камня, фактуру, но еще и дизайн проговариваем. Здесь, поскольку окна в пол, то подоконники мы не стали делать с так называемыми заушками. Вот мы решили, что будет такой выступ где-то там на 2 сантиметра. И плинтус, который я показывала вам только что в помещении спальни, будет упираться прямо в подоконник. Такой вариант решения, на мой взгляд, показался самым удачным. В некоторых случаях мы иногда делаем под подоконной доской так называемые подоконники. Плинтус тоже проходит, но здесь у нас красивый рельефный плинтус, будет классический. Поэтому обрезать его и делать там просто планку МДФную было бы неразумно. Поэтому мы сделали полностью вот этот блок из камня. Это получилось очень красиво. Я думаю, вам всем понравилось. Если понравилось, кстати, обязательно об этом сообщите. И плинтус будет упираться слева и справа в сам подоконник. Дорогие друзья, мы находимся в главной ванной комнате. Здесь находится сантехнический прибор, комби-прибор, унитаз, биде. Здесь не было возможности поставить... Видите, как он реагирует, встречает радостно. Здесь не было возможности поставить и биде, и унитаз. Поэтому мы выбрали вот этот замечательный комби-прибор. Наверное, вы заметили, что за спинкой не было, например, клавиши спуска. Вы не видите нигде бачка. На самом деле бачок – это часть унитаза. Если здесь посмотреть поближе, то будет видно, по-моему, линия какая-то. Это бачок. Такой унитаз, биде, может иметь как горизонтальный спуск, так и вертикальный спуск. Но в городских квартирах, конечно же, требуется горизонтальный спуск. Это первое. Второе. Если вы захотите, скажем так, сэкономить и купить в Японии такой замечательный прибор, то имейте в виду, что там только вертикальный спуск. И в вашу квартиру такой унитаз биде не подойдет. Что касается пульта управления. У меня на самом деле на даче такой же. Мне очень-очень нравится эта штука замечательная. Пульт управления его можно взять в руки и управлять вот этим унитазом. Например, для мужской половины человечества, скажем так, прямо прекрасной половины человечества, есть замечательная кнопка на пульте. Вот такая. Вот видите, как работает прибор. Если вы хотите опустить эту часть крышки унитаза, мы нажимаем также на эту кнопочку. Она опускается. Здесь на самом деле масса всевозможных функций, о которых я не буду вам рассказывать. Вам расскажет об этом хорошо менеджер. Но что надо иметь в виду при покупке унитаза биде? Значит, здесь должна быть подводка воды. Это первое. Второе. Здесь должна быть электрическая розетка. У японских моделей она как бы на виду. У немецких производителей, которые позже стали выпускать эти модели, она там спрятана за самим прибором. Ну и опять же, что касается, вот я говорю, не надо в Японии покупать японские модели, а надо покупать японские модели, которые изготовлены для европейского рынка, чтобы не было проблем с подключением спуска. Здесь горизонтальный спуск. Ну так вот коротко о приборе. Вещь совершенно замечательная. Могу сказать как пользователь, что я осталась очень довольна, всем рекомендую. И если финансовые возможности позволяют, обязательно покупайте этот прибор. Что касается отделки помещения, как вы видите, здесь уже выкрашены стены, согласно нашему проекту. Установлен натуральный камень за унитазом. И он как бы повторяет рисунок и тот же самый камень в душевой зоне. В зоне душевой установлены уже раздвижные шторки. Установлены приборы управления душами. Здесь есть тропический ливень или душ наслаждений вроде как. И обратите внимание, здесь есть вот такой вот элемент вертикальный. Это на самом деле полотенцесушитель. Как вы видите, здесь не так много свободных стен. И когда мы с клиентами думали, где же все-таки разместить полотенцесушитель, я нашла им такую модель, просто палочка вертикальная с двумя крючочками. Такой вариант тоже можно использовать, если у вас мало места. Дело в том, что тут у нас полностью будет стоять раковина, зеркало. И в общем, как бы места нет. Так что не стесняйтесь, не бойтесь. Запомните, что есть такая модель. Очень рекомендую. В принципе, два полотенчика высушить совершенно спокойно можно. Вы можете вытираться уже сухими теплыми полотенцами. Если вам понравился этот прибор, то обязательно мне об этом скажите. И рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Мы находимся в помещении кухни. Сейчас активно идет сборка. Кстати говоря, у нас скоро будет новая рубрика. И все вопросы, связанные со сборкой кухни, вам осветит один из наших специалистов. Так что следите за новостями и обязательно узнаете много полезного из этой рубрики. Что касается дизайна, значит, все выполнено согласно нашей визуализации. Важный момент был при выборе кухни и заказе рассчитать, чтобы при открытии дверного полотна балконной двери она не задевала и не царапалась за корпус шкафа кухонного. Поскольку итальянские кухни кратно 15 сантиметром идут, то можно было заказать чуть-чуть подлиннее, но тут уже на миллиметр могло бы что-то не сойтись. Если, не дай бог, уровень бы строители не выдержали или покосилось бы дверное полотно, оно могло бы и царапас. Поэтому я предпочитаю делать с запасом, чтобы я четко была уверена, что дверное полотно в данном случае не заденет за кухню. Именно поэтому при выборе модулей и шкафчиков было принято решение заказать этот фасад 30-сантиметровый, то есть база 90 сантиметров, и такие фасады идут только с полками. Обычно я предпочитаю заказывать 45 сантиметров, потому что тогда там есть такие выдвижные, как некоторые говорят, magic corner, магический уголок, то есть когда все полки выдвигаются. Здесь полки не будут выдвигаться, но хозяйка приняла наше предложение, чтобы уже ничего нигде не царапалось. Здесь по нашему дизайну, видите, такой красивый блок, получился симметричный. С одной стороны установлен холодильник, холодильное отделение. С другой стороны морозильное отделение. Здесь уже установлен комби-прибор, я его очень люблю, очень рекомендую, известного швейцарского производителя. Я уже устанавливала такую технику в квартире под названием «Квартира солнечная терраса» и «Квартира с пяти ванными комнатами». Ссылочку на эти проекты я вам оставлю в описании, обязательно посмотрите, там этих приборов много. Здесь преимущество в том, что здесь духовой шкаф и проварка, и, по-моему, даже микроволновая печь. Все совмещено. Поскольку мы ограничены пространством в кухне, то надо при комплектации, при дизайне выбирать наиболее подходящие приборы. Обязательно дизайнер ваш должен, конечно, знать, какие приборы бывают на рынке, потому что дизайнер должен разместить в определенное пространство кухню и, допустим, выполнить ваши пожелания. В данном случае, благодаря нашим знаниям о этой швейцарской технике, мы сумели предоставить нашим клиентам необходимое количество приборов и поместиться в нужные размеры. Это важно. Здесь впоследствии… Кухня устанавливается еще, по-моему, ни на каких видео не видели, такой вариант. Мы, значит, сборщики устанавливают кухню, и потом мы заказываем столешницу. Здесь будет столешница заказана из камня, из такого же, как на подоконных ступенях. Ну, там цвет дизайн мы еще выберем. То есть столешница и так называемый фартук, да, или вот эта вот стеновая панель, которая находится между верхними шкафчиками и нижними. Здесь уже установлены все приборы, да, вот посудомоечная машина. Здесь будет находиться варочная поверхность. Ее уже привезли. Как раз, когда придут обмерщики по камню, мы предоставим все размеры, и они все это встроят. Здесь вытяжка установлена, и видите, труба от вытяжки уходит в никуда. Естественно, она спрятана за тем пространством короба и уходит в вентканал. То есть мы это всегда стараемся скрывать. И в последнее время нам очень нравится использовать в дизайне вот такой, как бы, в стройку кухни, в такой, как бы, не то чтобы короб, а в такой домик. То есть мы делаем нависание вот этих стен максимально до верхней высоты шкафчиков. Это решение по дизайну. Может быть, кто-то из вас обратит внимание вот в этой части нависания короба. На самом деле над этим вопросом много думали. Это не ошибка. Это вот такое решение. Дело в том, что в идеале было бы вот здесь продлить еще в ту часть, вот кручусь, до окна. Но видите, там пространство меньше возле балкона и двери, и этот короб, ну, воткнулся бы в окно. Поэтому мы приняли решение, что вот таким образом пойдет, туда, как бы, в стеночку уйдет, и будет все равно красиво. Вот. По кухне, наверное, ну, особо более подробно рассказывать не буду, потому что как принимать кухню после сборки, вам расскажет наш специалист. Друзья, это помещение гостиной. Здесь уже сделано светодиодное освещение, и очень хорошо оно подсвечивает все молдинги на потолке. Также здесь вы видите зеркала наши совершенно замечательные, выпуклые. Вот эти рамочки, которые, ну, вокруг зеркал, они по проекту были запланированы, такие, как бы, золотистые или там, цвета шампанского. Сделали образцы, а клиентке так понравилось в кабинете вот эти белые рамки. Она говорит, слушайте, давайте оставим белые. Вот сейчас вы видите вот эти вот красненькие штучки. Это не рисунок, это не дизайн. Дизайн будет в соответствии с нашими визуализациями. Это просто для того, чтобы покрасить аккуратно и ровно вот эти вот рамочки, конечно, ребята делают, ну, так вот заклеивают и красят. Поэтому даже покрасить белый цвет необходима определенная работа. Здесь вы видите уже панно моего любимого, известного итальянского производителя. Здесь вот у меня это ассоциируется с летним садом. Я живу в Санкт-Петербурге. Эти наши клиенты прибыли из столицы нашей родины и тоже сейчас живут в Петербурге. Я решила создать им этот дух нашего города. Этого же производителя панно находится в детской комнате с изображением домиков. А в другой детской комнате панно на белом фоне, такие графические изображения птичек, травки и всего прочего. Ну, на сегодняшний день, я думаю, рассказала все ближайшие моменты, связанные с реализацией нашего проекта. Я надеюсь, что вам было это интересно. Поэтому, если интересно было, то ставьте лайки. Если что-то непонятно, задавайте вопросы, я постараюсь ответить. Ну, а так традиционно обязательно подписывайтесь на наш канал. И чтобы не пропустить новые видео, обязательно нажмите на колокольчик. Ну, а сегодня всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok